На веки вечные мы все теперь в обнимку На фоне Пушкина и птичка вылетает На фоне Пушкина и птичка вылетает Самый русский или, как по-старому, великорусский поэт, наверное, Некрасов. Его отец Ярославский дворянин был на военных учениях в Малороссии И увидел там молодую красивую хохлушку, но с польской фамилией, Закревская, Которая и стала потом матерью Некрасова. И вся дальнейшая жизнь их связана была с Ярославским поместьем И с великолепными лесами и полями Верховья Волги. От Ярославля до Костромы О, Волга, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я? Все рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, страна родная, За твой чарующий простор. Некоторым не нравятся стихи Некрасова. Говорят, что там и поэзии-то духа нет. Например, на французский язык их перевести невозможно. Но русским людям он нравится. У Некрасова было несколько талантов. Он был великий поэт, Великий игрок И великий охотник. У него была огромная псарня. И он из Англии Выписывал дорогих породистых собак. Известно, что даже Великие князья Иногда просили у него этих собак, Чтобы с ними погодиться. Ну, а как карточный игрок Некрасов был непревзойден И известен всему Петербургу. Но разбогател он все-таки На издательской работе Журнал «Современник». И здесь он стал Выдающимся открывателем талантов. Например, когда Молодой Толстой прислал в журнал Своё первое сочинение Севастопольские рассказы, Которые не всем понравились, Некрасов сказал «Это наш будущий гений». К сорока годам Некрасов Купил собственную усадьбу Карабиху. Богатый дом, оранжерея, парк. Там он жил барином, Выезжал на охоту, Давал барские обеды. Она стала его домом творчества. И там он отдыхал от Петербурга. В столицах шум, Гремят витии, Кипит словесная война. А здесь, во глубине России, Здесь вековая тишина. У Некрасова в его жизни Были три женщины, В которых он безумно влюблялся. Это красавица Авдотья Панаева, Потом французская актриса Селина Лефрен, И в конце жизни Очень молодая, весёлая крестьянка Зина. И только с ней он обвенчался. Правда, уже за несколько дней до смерти. Когда хоронили Некрасова, На кладбище собралась Многотысячная толпа. Достоевский говорил, Некрасов великий поэт, И стоит сразу после Пушкина и Лермонтова. Из толпы закричали, Он выше, выше их. Ну, не мне судить, кто выше, А всё-таки Пушкин – это солнце. И все русские поэты, как планеты, Вращаются вокруг солнца. Но, как и любое светило, Пушкин сложился из того, Что существовало до него. А в 18-й век был веком поэзии. Тогда прозой пользовались только для того, Чтобы писать исторические отчёты, Доклады, Литературой считалась только поэзия. И были Державин, Дмитриев, Крылов, Руковский, Батюшков. Они прославляли родину, Её историю, Успехи императриц. Но гравитационные силы Сжали всю поэтическую материю 18-го века. Возникла термоядерная реакция, Зажглось солнце Пушкина. На фоне Пушкина Снимается семейство, Фотограф щёлкает, И птичка вылетает. Пушкин родился в Москве. Тут ему и памятник. Памятник этот старинный, Намоленный, ещё царский. Мне известно, что поэты Уже советского времени, Уезжая из России, Или предчувствуя конец жизни своей, Приходили сюда проститься С Пушкиным. В Пушкине смешались дворянские роды Разной знатности и разных рас. Со стороны отца всё служило и предки, Со стороны матери в нём текла африканская кровь. Пушкин в Москве Ребёнком прожил двенадцать лет. Потом шесть лет в царском селе учился в лицей, Больше трёх лет на юге, В так называемой ссылке. Зато прославил Крым и Одессу. Много жил в Михайловском И в Петербурге. Но и здесь, в Москве, бывал часто. А однажды, перед свадьбой, Прощаясь с холостой жизнью, И в Подмосковье заехал, В Захарова, По Смоленской дороге. Это бывшая Пушкиных дача, Которую в детстве поэт очень любил. Но они её потом продали. Там теперь жила дочь Арины Родионовны, Марья, Которая позже рассказывала. Приехал, походил по усадьбе. Я, говорит, Марья, Девесту себе сосватал. Жениться хочу. Ещё походил немного, Потом, прощай, говорит, Марья. И уехал в Москву. Из Москвы Пушкин проследовал в Болдино. По Нижегородскому тракту он ехал, Через село Кузнецы, Мимо 71-й версты, Деревни Платава. В Ожарёлках он отдыхал. По этим местам, Через полторы сотни лет, Я, вспоминая Пушкина, Проехал не один десяток раз. Я уже столько живу на свете, Что помню, когда эта дорога каменной была, Покрытая булыжником. Но при Пушкине дорога была ещё немощёная, Изрытая ямами и ухабами, Вязкая в дождь и пыльная в жару. Но Пушкин любил дороги. Долго ли мне гулять на свете, То в коляске, то верхом, То в кивитке, то в карете, То в телеге, то пешком. Места по Нижегородскому тракту Красивые. Но во времена Пушкина Свирепствовала холера. До Болдину-то он добрался, А вот вернуться ему было запрещено. Карантин. И он в этом Болдине Вместо трёх недель, как думал, Прожил три месяца. Имени Болдина большое было, Пятьсот дворов, Тысяча душ, Шесть тысяч десятин земли, Это было золотое дно. Но управлять Пушкины не умели. А самому Александру Сергеевичу Было не до хозяйства. У него было две страсти, Стихи и женщины. Стихи он полюбил с двенадцати лет, Женщин с семнадцати. И мне даже удивительно, Девятнадцатилетний Пушкин Влюблялся в сорокалетних Знатных графинь, И они также увлекались им. Пушкин был невысокого роста, Не очень красивый, А умел очаровывать женщин Получше, чем другой статный И знатный красавец. В Кишинёве постоянные ссоры Дуэли из-за успехов Пушкина среди молдаванских дам, А в Крыму в него оказались Влюблены все четверо сестёр Раевских. Живя в Михайловском, Пушкин влюблялся по очереди Во всех своих соседок, Дочерей Осиповой. Он бы влюбился и в саму Осипову, Но ей уже было сорок пять. Но он, как мгновенно загорался, Так же быстро и остывал. Анна Керн уже после смерти поэта Сказала, что Пушкин по-настоящему Любил только двух женщин, Свою бабушку-няню и музу, Богиню поэзии. Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей Читаю только старой няне, Подруги юности моей. Пушкин как-то наупрёк жены О его прошлой любовной жизни Написал ей. Могу сказать, вместе с няней моей покойной, Хорош никогда не был, а молод был. Ну, а стихами Пушкина Увлекалось русское дворянство. Его новые поэмы и сборники Расхватывались мгновенно. Не хватало тиража. Он при жизни был назван гением. И забываю мир, и в сладкой тишине Я сладко усыплён моим воображением И пробуждается поэзия во мне. Но вы ли любители поэзии, Которые не разделяли всеобщего восторга? Они редко, но попадаются и в наше время. Мой близкий друг, талантливый электрогорский поэт Виктор Минц однажды сказал мне Пушкин крупный поэт Но он не достигает облачных вершин Просто его раскрутили Это слово модно было в девяностые годы Но подавляющее число людей в России И специалистов, и любителей Считают Пушкина поэтическим гением Но всё-таки, что за человек был Пушкин? Когда после смерти Пушкина Спросили мужика из Михайловского Он ответил Чудной был барин, но добрый Генерал Паскевич, главнокомандующий в войне с турками Где Пушкин участвовал в бою при Эрзруме Написал государю Николаю Первому С большим сожалению узнал, что убит Пушкин Поэт он был гениальный Но как человек дурной Царь ответил Во всём с вами согласен А друзья Пушкина Жуковский, Рылеев, Вяземский Лучшие интеллигенты того времени Признавали его своим бождём И чрезвычайно умным человеком Пушкин был первым Кто стихи и русскую литературу Превратил из любительской забавы Профессию Русская мигрантка Пушкинистка Ариадна Тыркова Написала Гениальность Пушкина доказывает Хотя бы то Что такие два во всём Противоположные человека Как Николай Второй и Ленин Оба для отдыха С удовольствием читали Евгения Онегина На фоне Пушкина Снимается семейство Фотограф щёлкает И птичка вылетает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова